Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем анализировать события финансовых рынков и то, как они влияют на динамику финансовых инструментов, составляющих основу нашей каждодневной активной торговой спекулятивной деятельности. Друзья, хочу поздравить всех с тем, что мы практически дожали нефтянку до 65 долларов за баррель. Я ни в коем случае не хочу сейчас спугнуть покупателей, которые поспособствовали в том числе такой динамике. Не хочу намекнуть на то, что возможно целесообразно фиксироваться уже сейчас при котировках в 64 доллара за баррель. Не хочу накакать. Друзья, мы держим 65. Эта цель, я уверен, будет сделана. Потому что тот фон, который мы разбираем сейчас, он пока что не дает каких-то быстрых причин перетряхивания портфелей инвестиционных, из-за которых нужно было бы взять на вооружение глобальные риски и снова задуматься бы о будущем балансе спроса и предложения, о росте производства и так далее. У нас пока, друзья, на рынке оптимистичные настроения. И эти настроения способствуют хорошей бычьей динамике рисковых инструментов, сырьевых активов, нефтянки, то же самое. Вчера я, в принципе, уже объяснял причины, из-за которых рынок сейчас чувствует себя довольно бодро. рынок воспринял духом. Это причины-надежды на то, что уже к концу завтрашней торговой сессии на рынке будет больше позитива, связанного с обсуждением очень непростых отношений между США и Китаем. В расчете на то, что стартующий сегодня очередной этап переговоров на высочайшем уровне, я считаю, что участие в переговорах министра финансов США явно доказывает это, эти переговоры смогут вывести именно эти отношения на какое-то новое конструктивное начало и в конце концов, либо к концу этого, точнее к концу, да, действительно февраля, либо, если решение будет принято в продлении торгового перемирия, но чуть позже, но все равно позволит преодолеть торговое разногласие и подписать двустороннее торговое соглашение. Поэтому рынок сейчас верит в это, друзья, верит в то, что наконец-таки на глобальных площадках без привязки к отдельным регионам появится такой суперпозитив, и этот суперпозитив продолжит уже растекаться на отдельные регионы и так далее. Я объясняю вам причину текущего роста, друзья. Это не значит, совершенно не значит, то, что США и Китай договорятся, действительно. Нету 100% сейчас уверенности относительно того, что двустороннее торговое соглашение будет подписано, и то, что Трамп, в очередной раз проснувшись в дурном расположении духа, встав не с той ноги, снова сделает интересный для всех спекулянтов твит о том, что в отношении Китая вводятся новые торговые барьеры. То, что в планах у Трампа есть обложить тарифами весь китайский импорт, это мы знаем. В принципе, если бы не торговое перемирие, эти тарифы уже бы действовали. Риск довольно серьезный, довольно внушительный, по-прежнему сохраняется. Вчера мы попробовали разделить все трейдерское сообщество на оптимистов и пессимистов. Я говорил вам о том, что нужно уже определиться, какой категории трейдеров вы относитесь. Сегодня, в принципе, ничего не меняется. Если вас интересует моя позиция, то я лично сейчас вижу, действительно, как хорошо отрабатывает классическое рыночное правило, покупая на ожиданиях, продавая на фактах. Я признаю, что рыночный оптимизм оказался более значительный, чем я думал. Но я как бы с уважением отношусь к тому, что сейчас на рынке происходит, потому что это не нонсенс, это не парадокс, это нормальная динамика. Но в то же время я остаюсь, наверное, объективным реалистом и пессимистом, рассчитывая на то, что все-таки торговая война между США и Китаем вряд ли будет завершена вот так вот просто посредством продления периода переговоров и, в конце концов, подписания торгового соглашения. Думаю, что еще очень много воды утечет по данной тематике. Поэтому, друзья, все идеи долгосрочного характера, которые я ранее рекомендовал вам использовать, либо, скажем, может быть, не взять их за основу, но, по крайней мере, к ним присмотреться, они сохраняют свою актуальность. Эта идея, прежде всего, связана еще с ослаблением курса американского доллара в расчете на долгосрочную перспективу. Давайте теперь чуть подробнее отдельно по инструментам. Сегодня у нас темп экономического роста еврозоны. Прошу прощения за небольшую оплошность в рамках нашего вчерашнего брифинга. Видимо, не совсем верный акцент я сделал на содержание по дням экономического календаря. То есть, сегодня мы будем разбирать уже темп экономического роста, друзья, в 16.30 у нас сроничные продажи по штатам. И также традиционный отчет для четверга – это заявки на пособие по безработице. Вернемся к нефтянке, которая уже на отметке 64 доллара за баррель. Нам не хватает до цели 65. Я не буду мотивировать вас на то, что нужно сейчас убирать профитные ориентиры, вешать их куда-то там в район 67-68. Нет, я думаю, что мы долго ждали. Если 65 все-таки мы сделаем, можно будет сказать спасибо рынку, пофиксить длинные позиции, искать новые точки входа. Причины, которые сейчас способствуют активизации покупателей – это повышенный спрос на риск, это ожидание того, что штаты все-таки избежали шатдауна. Ну, точнее, даже это не ожидание, это уже факт, поскольку в новости ей буквально несколько часов то, что Трамп подпишет соглашение о безопасности границы там на сумму в 1,4 миллиарда. Но это фактически означает то, что он согласовал ранее одобренное Конгрессом межпартийное соглашение между республиканцами и демократами. Еще вчера мы допускали, что решение Трампа будет озвучено только лишь в пятницу, но, вот видите, видимо, он решил времени терять и успокоил рынок тем, что решение было озвучено сейчас. Американский фондовый рынок на этой ноте еще немножечко прибавил, друзья. По американской фонде мы продолжаем искать хороший уровень для продаж. Я думаю, что американский фондовый рынок может вырасти до 2850 пунктов. Это по индексу USA 500, всем известный индекс S&P 500. И оттуда уже можно будет его продавать, потому что снова, уверен, будет у нас основание говорить о том, что отношения между США и Китаем все равно останутся напряженными. Вернемся к нефти. Помимо спроса на рисковые активы на стране покупателей, намерение Саудовской Аравии или, скажем так, страна ОПЕК продолжит сокращать нефтедобычу полностью в соответствии с обязательствами в рамках соглашения, вчера на рынок со ссылкой на Financial Times, который в свою очередь процитировали министр энергетики Саудовской Аравии Халида Альфалиха, пришли сообщения о том, что Саудовская Аравия намеревается в ходе ближайшего месяца полутора снизить добычу еще на 500 тысяч баррелей. Отчет по запасам нефти США тоже оказал определенное влияние на динамику финансовых рынков, но в то же время мы увидели цифры не те, на которые рассчитывали. Запасы нефти увеличились на 3,6 миллиона. По идее, это хорошая почва для того, чтобы нефтянку продать, но на настроение, как вы помните, особо этот релиз не повлиял. И распродаж не последовало, рынок так и остался на положительной территории и сохранил рост. Хотя запасы выросли четвертую неделю подряд и на текущий момент достигли максимального уровня ССА 2017 года. Все это следствие о снижении загрузки нефтеперабатывающих заводов из-за периода сезона технического обслуживания. Я допускаю то, что вот этот фон, вот этот отчет был нейтрализован докладом Международного энергетического агентства, который также представил свою оценку текущего состояния рынка нефти, докладом в соответствии с которым мировое предложение уже снизилось на 1,4 миллиона. И все это заслуга, опять же, соглашения стран ОПЕК+. Поэтому на рынок быстро пришли рассуждения, мысли о том, что все-таки страны ближневосточного картеля и еще ряд регионов, которые примкнули к соглашению и обязались поддержать идею совокупного снижения добычи на 1,2 миллиона в первом полугодии 2019 года, эти действия уже имеют свои плоды и способствуют реабилансировке рынка. Друзья, оптимистичные настроения на рынке сохраняются. Напомню, что мы следим за переговорами между США и Китаем. Думаю, что новости будут только завтра, поэтому еще один как минимум денек или даже чуть больше. Наши надежды на рынки будут довольно крепкими и стимулирующими, чтобы, опять же, в секторе углеводородов, энергетики сохранились вот эти позитивные тренды. Уверен, 65 может быть сделано уже до конца текущей торговой сессии, друзья. Фунт против доллара. Вчерашний минимум 1,2843. Я признаюсь, друзья, в районе 1,2850 все-таки закрыл короткие позиции, но при этом сохраняю взгляд о том, что британская валюта окажется еще ниже. Если вас устраивает, в принципе, такая же активность, которую предпринял я, то есть у вас еще есть время пофикситься прямо сейчас. Мы недалеко ушли от поддержки 1,2850. Если вы уверены, что худшие времена у британца еще не позади, а впереди, тогда, друзья, удачи вам. Держите короткие позиции. Я за вас болею в прямом смысле, поскольку знаю, что это правильный подход, правильная позиция, и фунт окажется действительно ниже. Вчерашние отчеты по инфляции – это еще одна причина, из-за которой фунт просел. Индекс потребительских цен в главном выражении 1,82,1 в месячном спад на минус на целых 0,8%. То есть низкая инфляция, отражение слабой потребительской активности. Некоторое время назад, когда мы с вами разбирали активности в сфере услуг, я ссылался на мнение и позицию поставщиков услуг, которые признали, что Brexit стал причиной серьезного стопора для потребителей, которые воздерживаются и откладывают большие траты из-за подвешенных, неясных, а перспектив экономического будущего в Великобритании. И все это в целом, вот как резюме такое, выступило причиной замедления экономического роста. В четвертом квартале темпы экономического роста Англии оказались на минимальном уровне за последние 6 лет. Годовая оценка в 2018 году – минимальное значение за последние 4 года. И сейчас прогноз того, что ВВП просядет ниже единицы при реализации жесткого Brexit. Я уверен, что, к сожалению, друзья, может быть, для оптимистов, наверное, сейчас было бы лучше, чтобы я ошибался, но объективность и реальность такова, что шансы на жесткий Brexit не выше, чем на мягкий. Дата, на которую мы ориентируемся – это 26 февраля и 27. 26 февраля – Мэй должна выступить с отдельными заявлениями. По Brexit 27 февраля пройдет очередное голосование, в том числе, на котором будут обсуждаться новые поправки. Сегодня также голосование будет посвящено Brexit, хотя я думаю, что у Мэй 7 пятницы на неделе, собственно, и она уже не раз была замечена в том, чтобы принимать решение об отмене таких важных событий буквально за несколько минут или часов. Ну, если сегодня, друзья, голосование по Brexit состоится, оно будет не таким, как раньше. Конечно же, сегодня будут обсуждать отдельные пункты, которые можно было бы попробовать внести в текущее соглашение и потом уже задаться целью, если эти правки потенциально будут согласованы, как Европейский Союз убедить их в том, чтобы их принять. Ну, возможно, главная поправка будет связана с тем, чтобы продлить процесс инициирования 50-й статьи хотя бы на 2-3 недели вперед. В любом случае, я не жду какого-то позитива для британца. Я вижу то, что он как на иголках волатильности, говорит сама за себя, но все равно, даже несмотря на рост, фонд возвращается к каким-то вот этим минимальным, многонедельным минимум, тяготеет к ним, понимая, что все-таки пробой вот этой поддержки на уровне 1,28-1,28 с небольшим он должен произойти уже в ближайшее время. Евро против доллара, друзья, снижается 1,1248, это минимум, сейчас 1,1276. Вчера подкачала статистика по промышленному производству, минус 0,9% в месячном выражении, минус 4,2% в годовом. Сегодня мы ждем слабые цифры по ВВП, они будут обязательно, без каких-либо сомнений, провальными, и это повлияет на настроение евротрейдеров и должно привести к еще большему ослаблению курса главного валютного риска. Доллар и иена, 111.04, друзья, если мы в ближайшие часы доберемся до планки 111.50, я предлагаю рисковать и ставить отложку, там целый лимит довольно неплохим объемом, потому что уверен, что коррекция, она произойдет, либо уже под закрытие текущей недели, либо с открытия следующей. Почему сейчас доллар растет? Во-первых, то, что удалось именовать шатдаун, который раньше был довольно высокой, характеризовался высокой вероятностью, то есть его наступление после этой пятницы. И, конечно же, рынок сейчас, весь рынок и трейдеры, которые спекулируют и долларом, и любым другим инструментом ждут и следят за переговорами, которые начнутся практически уже совсем скоро между США и Китаем. Американский фондовый рынок в двух словах я уже сказал. Пока что мы растем на этом позитиве, можем затянуть до 2.850, оттуда уже можно смело продавать. Австралиец против доллара 0.7117, снова мы приближаемся к планке 0.71-0.70. Новозеландец против доллара продолжает меня удивлять. Вроде бы мы откатили от того максимума, который был зафиксирован после решения по процентной ставке, но все равно новозеландецы, на мой взгляд, остаются на уровнях, которые вряд ли являются справедливыми, с учетом того фона, который сейчас сложился. Но, возможно, Австралия и Новозеландия, и валюты, которые за ними стоят, сейчас, может быть, более пристально следят за переговорами с Китаем. И если на рынке появится негатив, эти инструменты окажутся в числе аосадеров, наверное, первыми. Доллар канадец 1.3239, волатильность продолжается. Канадец по-прежнему никак не может определиться с настроением. Вроде бы нефть вчера выросла, и, казалось бы, по идее, на этом фоне можно было бы поставить на неплохое укрепление канадца. Но канадец вчера решил больше обратить внимание уже не на нефтянку, а, к примеру, на то, что происходит с долларом. Рост доллара оказал давление на канадца. Я не знаю, друзья, запутался уже, и не хочу, честно говоря, прикидывать, что сегодня является триггером для канадца. Нефть, национальная статистика, либо доллар. Если у вас с этим получше, ну, может быть, мои комментарии для вас излишни. Я канадца более не спекулирую, лишь для вас оцениваю фундамент. Пока что у нас нет статистики, и лично у меня нет каких-то аргументов, чтобы дать вам какую-то идею, либо рекомендацию, как действовать по этой валютной паре дальше. Друзья, на этом, собственно, все. Все, всем хорошей торговой сессии. Увидимся завтра, как и всегда, с самого утра, будем уже говорить о новостном фоне текущего торгового дня. Уверен, как и всегда, нам будет на что обратить внимание. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова